Всем доброй ночи! Эти два прибора с нами очень давно И, наверное, стоит поделиться с вами опытом эксплуатации Это обычные гляделки По-нормальному это называется монокуляр ночного видения Представитель вражеский ПВС-14 Представитель нашей компании современной оптической технологии В обоих приборах стоит электронно-оптический преобразователь третьего поколения Причем стоят очень дорогие оптические преобразователи С очень большим количеством линий У обоих светосила, я не очень здесь разбираюсь Чувствительность может быть более 1800 То есть они очень похожи друг на друга Практически копируют друг друга Но если быть до конца точными, то наш копирует зарубежный Почему-то мне так кажется Давайте теперь разберемся, что вам от них ждать Посмотрим, как они показывают И внесем кое-какие свои мысли ПВС-14, собственно говоря, как и сот Очень хорошо ложится в руку В любом кармане вы его не заметите Вещь достал, посмотрел, убрал Сделан крайне просто, надежно и механически точно Работает на пальчиковой батарейке Имеет кнопку механическую включения Включаем Если оттянем, будем поворачивать дальше То включится инфракрасный осветитель, который будет работать вам под ноги Я не знаю, что в ПВС-14 значит второй фотодиод Но подозреваю, он значит то же самое, что и на соте Защита от яркого света для отключения ЭОПа Чтобы его не спалить Также есть ручная подсветка ЭОПа Ну, если вы очень долго смотрите, можете его загасить Чтобы не было очень сильного воздействия на глаз Соответственно, у нас есть резкость У нас есть подстройка под окуляр И практически больше ничего нет Есть специальная резьба внутренняя Для того, чтобы крепить его на штатив Или на какие-либо приборы Или оружие Также модель эта при помощи своих кронштейнов Объединяется в бинокль СОД чуть-чуть компактнее в ширине Чуть-чуть длиннее Но при этом я бы характеризовал их размеры как похожие Точно так же не заметен в кармане Удобен Работает от двух типов батареек От обычной пальчиковой Или от батарейки 3,7 вольт Если вы переставите вот эту крышку То есть два типа батарейки В зависимости от того Какая под рукой Включается электронным способом Одно нажатие активирует сам прибор Нажатие и держание продолжительное Активирует подсветку Вот такой тип Светит под ноги широким лучом Если включаем такой тип Здесь стоит небольшая линза И подсветка бьет уже тонким лучом То есть этот прибор может осветить Подальше чем ПВС-14 Но пользуюсь я этим крайне редко Точно так же стоит специальный фотокатод Который отключит прибор Если на него пойдет очень много света Это специальная защита Сделана очень клево На приборе в отличии от ПВС-14 Есть планки специальные Типа ластохвост или пикатинни Они сделаны для того Чтобы крепить широкий спектр Всяких кронштейнов Точно так же можно крепить на оружие И объединять в бинокль Как видите приборы очень похожи Единственная разница это Я так думаю В исполнении В отличии от ПВС-14 Яркость ИОПа в соте Регулируется автоматически Поэтому сравнить их в лоб Кто показывает ярче Ну не представляется Возможно Все зависит от ситуации Угол обзора Так же у этих приборов одинаковый Данные приборы Применяются для хорошего Понятного ориентирования на местности Когда абсолютно темно И нет возможности Включить фонарик Они применяются для Поиска Допустим Животных на охоте Ну и Да мало ли что Господи Просто интересно посмотреть В прибор ночного видения Видят они очень хорошо Если говорить о лично моем впечатлении Какой прибор показывает лучше Скажем так Вот эта вещь Показывает смело На 10 Ну может 15 Ну с натягом 20% Лучше чем Сот Тому виной конечно Электронно-оптический преобразователь Здесь он Американский Очень дорогой И конечно Каждый стрелок Желает иметь такой Преобразователь у себя Не только в приборе Ночного видения Но и В оптическом прицеле Ночного видения В соте стоит Электронно-оптический преобразователь Производства Катод На мой взгляд Тоже очень Достойная вещь Тоже вы Очень хорошо Все видите В этот прибор И если вам Не дать Вот этот Для сравнения Вы конечно Будете просто В восторге от этого У ПВС-14 Немножко Мутные края Немножко там Падение резкости Но это Если я уже докапываюсь Наиболее четкая картинка У него в центре Но она настолько детализированная Что аж дух захватывает У Сота Картинка абсолютно ровная У него Не знаю Все поле Показывается одинаково Но вот такой ярко выраженной Детализации нету Хотя Опять же повторюсь Если сравнивать с ПВС-14 Если вы просто посмотрите В этот прибор Ночью То вы удивитесь Насколько хорошо Все видно Все понятно И так далее Каждый из этих приборов Имеет возможность Установки конвертера То есть В данном варианте Прибор не имеет кратности Когда вы его подносите Глазу Вы видите все то же самое Что видите без прибора С конвертером Вы будете видеть В два Там в четыре раза Ближе Если это кому надо Вот такие мои впечатления От использования данных приборов В различных ситуациях А уж поверьте Ситуации были самые разные Смотрели мы в них В самых разных вариантах И в лесу И в поле В открытом И в городе Ну Был опыт Опыт Больше года Наверное даже больше двух Так что До следующих встреч ПВС-14 Против СОТ Современных оптических технологий Естественно Все не стоит на месте Сейчас Уже есть ПВС С уровнем Значительно выше И Наверное Они все таки В нашем деле Там в охоте Теряют свою актуальность Даже Самый Простецкий Тепловизор Перекрывает его По всем параметрам Но Есть У них Одно свойство Один плюс Недоступный Ни одному Тепловизору Настроив его На короткую дистанцию Я могу Перемещаться По ночному лесу Практически Бегом Не Боясь Выколоть себе Глаз Ну наверное Вот из-за этой функции Я его себе Только и оставлю Ну не знаю Все же вот эти Девайсы Они приходят От военных А вот ПВС Видит Практически Любой Прицел Ночного Видения С любой Подсветкой Его Не видит Никто Редактор субтитров Продолжение следует...